Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает воподом. И сегодня я хотел бы восстановить справедливость и рассказать о писателе, который только мельком появлялся у меня в блоге. Это Марсель Пруст. Я рассказывал о издании его писем, нескольких избранных писем, да, а на самом деле, конечно, имя знаковое. Есть пара-тройка книг, которые я читаю всю жизнь и, видимо, буду читать до гроба. Это не значит, что книги трудно читаемые. Более того, собственно, о Прусте как раз говорили, что его роман, вот этот огромный, двухтысяч страничный, по-моему, значит, роман, он читается, он слишком короткий, он слишком быстро читается. Но я читаю, значит, Марселя просто всю жизнь, я читаю Улиса Джойсовского всю жизнь, не знаю, когда дочитаю, начинаю с разных мест, возвращаюсь. Я читаю Ветхий Завет таким образом. То есть ни разу не было одной сессии чтения от начала до конца, пусть, может быть, долгой или там мучительной, если угодно, да, но чтобы вот так вот. Нет, всё время с разных мест, всё время частями, всё время по разным поводам, в разном настроении. Может быть, так и надо. Для каждой книги свой тип чтения. А рассказ этот, конечно, послужит не поводом биографического очерка Марселя просто, о котором и так все всё знают, просто представлением ещё одним нескольких книг, которые как-то промелькнули у меня в блоге, но мне кажется, недостаточное внимание собрали зрительское. Знаете, книги-то великолепные. Начну я с вот такой вот статьи. Сван Шарль из романа «В поисках». Потерянного времени Марселя просто. Член жокей, клуба Эстет, дилетант, часто бывает в предместе Сен-Жермен, любит Вермеера, Охидеи Котлея и Адетту де Кресси, женщину, которая совсем не подходит ему. Его особняк находится на набережной Орлеан 4, район юристических полей 8, и тут он переезжает в округ, дальше перечисляются его адреса, улица Шабане, 12 Бис, улица Фабур-Сентонаре и так далее. Это адресная книга вымышленных литературных персонажей. Я в невероятном восторге от самой идеи, от ее воплощения. Я кусаю себе локти из-за того, что я не знаю французского и очень плохо знаю историю французской литературы. Мало читал. Для меня многие адреса ничего не значат. С такой бы книгой-то пройтись по каждому крупному городу мира. И вот я вам прочитал о Сване, да, герои, значит, Марселя Пруста. И еще одна серия, которая сегодня является центральным героем рассказа, это «Лето с писателем», это циклы радиопередачи, их расшифровка, «Лето с Гомером», «Лето с Монтенем», «Лето, соответственно, с Бадлером» и вот свежевышедшее «Лето с Прустом», которое объединяет сразу восемь авторов, размышляющих по разным поводам и под разными углами, рассматривающих, собственно, великую книгу Пруста. А знакомство мое началось с Прустом, конечно, не с этой замечательной серией издательства «Адмаргенум», а с очерка Александра Семеновича Кушнера. Для меня это очень поэт авторитетный. Это поэт, может быть, чьи стихи не являются самыми часто вспоминаемыми мною, но которые очень глубоко на дне сердца лежат. От них никак не скрыться. Они сказали мне еще в совершенно юном возрасте что-то очень важное об этом мире, с чем я не расстанусь никогда. И в том числе, как это ни странно, поэт, поэт-лирик открыл для меня очень такие отдаленные сферы искусства и истории мировой культуры страницы. Открыл для меня взгляд вот такой очерк в книге «Аполлон в траве». У Кушнера есть книга «Аполлон в снегу», и это очень красивая метафора, и стихотворение есть «Аполлон в снегу». Знаете, наш северный «Аполлон», который укрыт хорошей шапкой снега. Увы, барокко в наших краях полгода не смотрится, потому что очень хорошо укутывает снег. Так вот, «Аполлон в траве» — это как раз развитие тех идей и восстановление тех лакун, пропусков, которые в советское время не могли быть восстановлены. А в 60-е годы, как пишет Кушнер, Прустом реально зачитывались. При том, что русская история и русская культура не то что недооценивала Пруста, а вот статья «Наш Пруст», которая открывается как раз легким обзором мнений о Прусте, просто, ну, в общем, как-то не заметила этого гения, и это катастрофа, потому что, ну, в общем, настолько глупые, настолько нелепые высказывания людей безмерно талантливых, людей безмерно мною уважаемых, что даже как-то стыдно становится. На этом фоне выглядит замечательно Муначарский, который сразу по выходу первой книги просто опубликовал такой бодрый отзыв о ней, да, и далее упоминал с необходимыми оговорками, конечно, да, как это талантливо отмечает Кушнер. Идеальное, по-моему, описание точки зрения и стилистические, стилистики этих пассажей, да, вот с необходимыми оговорками упоминал достоинство Пруста. И, конечно, Владимир Вейдли. Это тоже светочерской эмиграции, один из талантливейших критиков начала 20-го века, увы, но эмигранты, соответственно, в советское время его нельзя было почитать, да. А в 60-е годы все зачитывались Прустом, и недаром статья Кушнера называется «Наш Пруст». Но это лишь очерк восприятия человеком поколения Александра Семеновича и близким к нему по возрасту того, что стало русским Прустом. А с русской историей просто все не так просто. У нас, во-первых, этого шикарного, огромного романа не существует в едином переводе, под единой редакцией. Вот у меня тут два издания, которые я вам показываю просто потому, что одно у меня есть, я это читал, а второе, в общем, предназначено очень хорошему человеку и тоже хочу вам показать современно. Это издание 90-х годов. Соответственно, желтая бумага, мелкий шрифт. Спасибо большое за мое испорченное зрение. Но огромный, конечно, низкий покон республики, что этот шеститомничек вышел. Пятитомничек, да? Значит, здесь у нас перевод любимого начинается. У нас нету всех вот пяти романов, переведенных одинаково одним и тем же человеком, понимаете? И вот это полное издание в двух томах, это ровно та же самая история. Тоже несколько переводчиков объединены под одним переплетом, да, в одном двухтомнике, да. Это у нас уже издательство Альфа-книга, это 2023 год, то есть наши дни, да. И ситуация все та же самая. Надо сказать, что вот здесь, в книге «Лето с Прустом», о которой, собственно, я и говорю, «Пруст» цитируется в переводе Елены Боевской, вот, который я вам горячо рекомендую. У меня просто глаза открылись на некоторые вещи. Повторюсь специально, чтобы акцентировать это, я не знаю французского, поэтому для меня бесполезно говорить о сравнительных достоинствах переводов, да. Я только знаю, что перевод Елены Боевской меня порадовал как русский текст, стилистический. Вот. А что же это за «Лето с Прустом»? Ну, вот еще раз говорю, это маленькие брошюрки, которые значат поболее, чем многие толстенные тома, рассказывающие о том или ином писателе. Здесь у нас самые разные люди. Ну, это в основном, конечно, профессора, литературоведы, гуманитарий, да, рассказывают о в поисках утраченного времени с разных сторон, с разных углов. Персонажи, время, первое, значит, ну, время – это понятно, да, первое, как философская категория, первый раздел. Персонажи, да, Пруст и его мир, любовь, как же без этого, воображение, места, Пруст и философы, искусство. Ну, надо сказать, что те вещи, которые у нас как-то актуализировались к концу 20-го столетия, да, мне как раз не очень интересно. Ну, да, был у Пруста возлюбленный, было у него и много других увлечений в жизни. Это, в общем, сразу ставит его в особенное положение. Один из томов его романа как раз и посвящен, собственно говоря, меньшинствам, да, тому, как это происходило в то время, более ста лет назад, и насколько это жестоко и несправедливо по отношению к этим людям в том числе. Возлюбленный его, в конце концов, от него сбежал, вот, хотя он работал у него литературным секретарем, насколько я знаю, вот, то есть все было не так плохо, вообще говоря, он был таксистом, вот. Но он сбежал в поисках лучшей жизни, и так как происходило это на рубеже столетий, да, в самом начале 20 века, он стал учиться на летчика. Помните, да, Сент-Экзюпери, романтика, полеты, в том числе полеты над морем. Как говорит рассказчик в одной известной книге, самолеты тогда только начинали строиться, моторы были очень несовершенные и часто ломались. Ну, поломка привела к падению самолета в море, и, значит, этот человек утонул. Он один из прообразов Альбертины, значит, в романе Пруста. Не надо удивляться, что мужской, собственно говоря, прототип, да, стал прообразом женского персонажа. Татьяна – это я, говорю просто и по-свойски Александр Сергеевич Пушкин. Потому что я говорю о художественном тексте. Вот эти биографические нюансы, они нас сейчас так интересовать не могут, как это волновало, там, 50 лет назад, или там, сразу после смерти Пруста. У нас сейчас есть ситуация другая, есть великое художественное творение, которое абсолютно не понято. Когда я читал эту маленькую книжку, она небольшая по объему, она очень доступно написана. Не забывайте, что это радиопередачи, материал, максимально адаптированный на широкую аудиторию, никакие не перегруженные никакими цитатами из античных и французских философов, а рассказывающие о том, что есть просто на самом деле. На самом деле, эта книга приближается к Дэну Симмонсу. Я не шучу сейчас, потому что у него есть такая диалогия фантастическая, да простят меня все упомянутые авторы за столь разножанровое отступление лирическое. Называется она Олимп и Илеон, и там два робота, живущих за многие тысячелетия после наших с вами дней, где-то в далеком будущем, живущих на орбите транснептуновой, где-то на спутниках, на Европе, на Ио, на других спутниках. Вот два представителя этой космической техногенной расы, они обсуждают Пруста. Есть у них такое увлечение. Один увлечен сонетами Шекспира, и он всю свою очень долгую, много столетий там живет, жизнь посвятил этим сонетам, а второй всю свою жизнь посвятил Прусту. И вот они обсуждают. Это страшно интересно построено, потому что на фоне остальных совершенно головокружительных, умопомрачительных и полных невероятными какими-то замороченными там жестокостями, гадостями, безумствами, да, приключений в космосе, да, и ненаучно-фантастических. На фоне всего этого это звучит просто удивительно, да. А Симонс показал, развернулся во всю свою красоту, да, красу. Он показал, что он, как он может интерпретировать, как он может излагать материал. Так вот, Лето с Прустом это очень простая книга. И она действительно содержит в себе бездну интересного, потому что для меня по-новому зазвучали романы. Как я уже говорил, я всю жизнь читаю просто и никак не дочитаю его до конца. Вот, это во-первых, а во-вторых, это действительно нелегкое чтение. Это действительно очень-очень вязкий текст, в котором ты увязаешь, что и нужно было Александру Кушнеру, для которого эта особенность Пруста являлась огромным и является огромным достоинством. Потому что эта книга бесконечная, она как стихотворение может быть прочитана в разных обстоятельствах и может читаться с любой страницы. И эта книга, которая говорит нам о сущности того, что такое человек, гораздо больше, чем об эпохе, о дамских нарядах, о моде начала 20 века, о Париже, о кафе Шантанах, обо всех вот этих вот, о музыке, о военном деле или о чем там еще. Не важно все это. Пруста упрекали в мелочности поводов для его бесконечного вот этого вот слова излияния. Никакой мелочности повода нет. Разве любовь – это мелкий повод? Разве катастрофа, которую претерпели взаимоотношения мужчина и женщина, это мелкий повод? Разве измена друга? Разве разочарование в жизни? Разве смерть близкого человека – это незначительный повод, о котором не стоит написать и прочесть несколько сотен страниц, понимаете, да, просто невероятно глубок, хотя вот все эти персонажи, да, взятые из прорывской буржуазной жизни, Белл эпох, да, предвоенные эпохи перед Первой мировой, они, в общем, ну, совершенно незначимы для нас с вами. А вот то, что сказал о них, просто значимо. Конечно, это замечательно, то, что выходят книги о Просте, конечно, это замечательно, то, что переиздаются переводы его, конечно, я думаю, что буду читать эту книгу еще долго, и рекомендую вам вооружиться этими книгами, вот, серией «Лето с писателем», да, или адресной книгой вымышленных литературных персонажей при путешествии во Францию, в Париж, потому что это действительно интересно, как литература и реальность совмещаются, накладываются друг на друга. Спасибо за внимание.